Стабилитрон это одна из разновидностей полупроводникового диода. Но предназначен он не для выпрямления переменного тока, хотя он может выполнять и эту функцию, а для стабилизации напряжения, то есть для поддержания постоянства напряжения в цепях питания аппаратуры, когда входное напряжение является плавающим или неустойчивым. Чтобы понять, как работает стабилитрон, подключим его к источнику питания и снимем вольтамперную характеристику. При прямом подключении и относительно небольших напряжениях обратного подключения стабилитрон работает как обычный диод. Но при достижении некоторого критического обратного напряжения в стабилитроне происходит пробой ПН слоя. Его сопротивление резко падает, и при небольшом дальнейшем увеличении напряжения ток быстро возрастает. Пробой не приводит к порче прибора, если ток через него не превышает некоторого допустимого значения. Для стабилизации напряжения используется именно эта часть вольтамперной характеристики. Поэтому стабилитрон всегда подключается в обратном направлении, так что плюс напряжения подается на катод, а минус на анод. Серийные стабилитроны изготавливаются на напряжение от 0,4 до 400 вольт. Номинальное напряжение стабилизации нашего стабилитрона D815A составляет 5,6 вольта. Простейший стабилизатор напряжения состоит из последовательно соединенных стабилитрона и ограничительного резистора. На эту цепочку подается входное напряжение, а выходное напряжение снимается со стабилитрона. Соберем такую схему и подадим на ее вход напряжение, плавно меняющееся от 0 до 10 вольт. При малых входных напряжениях стабилитрон заперт, и почти все входное напряжение падает на нем. Но когда входное напряжение превышает напряжение пробоя, стабилитрон открывается, ток в цепи растет, но напряжение на стабилитроне остается практически постоянным, а избыток напряжения падает на ограничительном резисторе. И чтобы стабилизатор выполнял свою функцию, входное напряжение должно быть постоянно больше напряжения пробоя. Подадим на стабилизатор входное напряжение, меняющееся по синусоиде с размахом от 9 до 10 вольт. Размах колебаний выходного напряжения уменьшился в 30 раз, до 0,03 вольта, так что оно стало заметно ближе к постоянному. Такие стабилизаторы применяются для питания схем с малым потребляемым током, так как для правильной работы ток через стабилитрон должен быть в несколько раз больше, чем ток через нагрузку. А для схем с большими токами нужны стабилизаторы, устроенные более сложным образом.